здравствуйте сегодня довольно таки необычное видео мы попытаемся заточить мачете на точилке blitz сразу хочу сказать то что данная заточка не является рекомендованной точилка blitz в первую очередь подзначена для кухонных ножей охотничьих ножей небольшого размера в общем ножей которые не превышают длины 21 сантиметров рекомендованная длина ножа которая у нас указана в инструкции обеспечивает полностью всю поверхность работы камня когда мы зажмем мачете вы сами все увидите почему ножи такой длины не рекомендуется зажимать в точилку blitz но мы попытаемся его заточить и в данном видео мы просто покажем возможности данной точилки на заточке у нас будет мачете произведенная в китае под известной американской маркой сок мачете предназначена для рубки мелкого кустарника тростника а соки кроме того благодаря пиле на обухе этим изделием можно пилить небольшие до 15 метров ветки деревьев более серьезная распиловка невозможные из-за узкой разводки зубьев пилы их небольшого размера а также с завода данная пила идет не заточенной естественно данная пила будет уступать обыкновенной пиле длина клинка вставлять 33 сантиметра толщина 2 миллиметра а вес изделия 368 грамм к слову точилка blitz весит полтора килограмма сталь 3 chrome 13 нержавеющая твердостью 52-53 единицы по рукаву это китайская нержавеющая сталь представляющая собой модифицированную сталь марки 440 а благодаря повышенному содержанию углерода ее режущие свойства превосходят 420 j2 но уступает 420 hc обладает неплохой вязкостью поэтому применяется в инструментах предназначение для ударной нагрузки клинок имеет черное покрытие dlc коутинг материал рукой эти картон выпускается всемирно известной компании shell отлично поглощает вибрации и удары увеличивает контроль над инструментом в том числе и при повышенной влажности баланс клинка смещен в сторону рукой эти и находится примерно в районе буквы с в аббревиатуре сок мачете имеет прямую геометрию клинка спуск шириной в один сантиметр по геометрии спуска слабо вогнутая линза сведение порядка 0 3 миллиметра очень узкий подвод заводской угол заточки порядка 40-45 градусов на обе стороны затащить будем в 21 градус на сторону или 42 градуса общих мы убрали площадку для угломер чтобы максимально глубоко спозиционировать саму мачете угол будем устанавливать относительно самого клинка обнуляем на держатель абразива 0 и выставим сейчас 21 градус все и зафиксировали угол заточки из-за того что у нас мачета длинная у нас будет работать только две трети камня можете убедиться на этом сами дальше нам не позволяет длина хода штанги так вот я чувствую он почти по всей режущей кромки вышли уже на заусенец но заусенца нету еще на самом кончике поэтому еще поработаем приходим на следующий камень берем сейчас камень медиум и продолжаем все то же самое так вот мы прошлись камнем медиум ставим кампифайн протеряем шлам и переходим на урифайн мы закончили работу камнем в эрифайн переходим на камень барай но он у нас другой толщины и не забываем компенсировать толщину данного абразива так как предыдущий камень у нас был 4 миллиметра а этот 9 значит мы прибавляем 5 и того 10 щелчков наносим масло и продолжаем работу раз два раз два еще по одному разу с каждой стороны итак закончили работу камнем барайд т2000 сейчас почистим мачете от массовой шлама и продемонстрирую вам его стату вот на салфетке важная салфетка легко сейчас давайте пройдем тест на газете пока пока это итак сейчас мы проведем небольшой эксперимент мы подвесили канат и попробуем его разрубить мачете я честно скажу не знаю что получится но посмотрим почти разрубил еще раз попробуем а